Тяжело ли быть мамочкой? Я охренела. Я заблокировала всех просто подчистую. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет срочный, незапланированный выпуск про материнство. Совсем недавно, хочу с вами поделиться, я выставила пост в Инстаграм, где сказала, это как раз таки было перед тем, как уже неоднократно меня просили рассказать про материнство, как я воспитываю ребенка, чем я его кормлю, какой у нас режим, было бы интересно послушать. И уже на протяжении долгого времени мне пишут такие запросы. И тут в один момент я решила, что, ну, наверное, надо все собрать и рассказать это в одном видео. Я не очень люблю снимать чисто материнские штучки, может быть, не потому, что я хочу или не хочу, а именно потому, что я не хочу канал превращать в такой прям мамский канал, потому что я делаю то, что мне нравится у других, да? Мне не совсем нравится смотреть, допустим, чисто мамские каналы, где просто женщина, просто мама, ну, это мое, это может быть кому-то полезным и интересным, когда просто женщина рассказывает, чем она кормила, как они встали, чем они играют, что они кушают. И это изо дня в день, то есть канал под это заточен. То есть большинство всего, что женщина рассказывает, это об этом. Я такие каналы не смотрю, мне это неинтересно, и, соответственно, я не хочу свой канал превращать во что-то такое. Поэтому очень редко, когда я снимаю что-то специально, там, о ребенке, о материнстве или что-то такое по запросу для вас, в основном мое видео это хорошо провести время, посмеяться, я имею в виду на видео, да, поржать с чего-то, что-то полезненькое рассказать именно для девушек о косметике, о шмотках, что-то такое. Мне кажется, что это более интересно на самом деле, да, чем какие-то рутинные моменты такие, которые, ну, не знаю, это лично мой взгляд. Я, конечно, очень много времени провожу со своим ребенком и очень много сил оставляю там, но при этом как раз-таки то, что я рассказываю на своем канале, это выжимка небольшая с моих дней. Почему этот выпуск решил быть таким экстренным, можно сказать? Потому что после поста, где я написала, девочки, оставляйте свои вопросы, я расскажу о материнстве, да, как, что, если есть что-то, почему-то. После этого, большинство, мне даже кажется, да, в какой-то момент, потому что когда я начала чистить свои комментарии, из 130 комментариев у меня осталось 45, наверное, большинство все-таки. Большинство комментариев решили, что я эксперты, и что сейчас я начну давать какие-то советы о материнстве, что я считаю себя супермамой, которая сейчас будет раздавать советы, как нужно воспитывать ребенка. Я вообще не понимаю, откуда это взялось, я никогда не говорила, более того, у меня недавно был влог, где я говорила о том, что это такие редкие супермамы, что просто они такие супер-мега-молодцы, которые успевают делать все. В садике над этим работают несколько человек, чтобы обеспечить, да, полный комфорт детям. А тут одна ты, и все, и развивать, и стирать, и убирать, и готовить. Если еще муж есть, то еще и мужа, еще за собой следить, понимаете? А еще есть такие, которые зарабатывать при этом умеют. Но это разве не мега-женщина? Это мега-женщина. Я восхитилась таким. И говорила, что я не такая, я ничего не успеваю, что бывают там какие-то эмоциональные внутренние переживания. Но не суть. Я никогда не говорила, что я в этом эксперт. Более того, я сказала, я в этом профан. И учиться и учиться, я не знаю, как правильно воспитывать ребенка, что нужно делать в тех или иных вещах. Но я стремлюсь, развиваюсь, естественно, я обращаюсь к профессионалам. Благо у нас YouTube и полно всего в доступности, где можно посмотреть и послушать, и довериться одному из профессионалов, которые расскажут тебе, как и что, в какие моменты нужно делать. Так вот, большинство людей решили, что я эксперт, и просто столько грязи были на меня в Инстаграме. Я вам скажу, что если бы это была не я, вот со своим, знаете, со своей уверенностью в себе, со своим знанием, какая я мать и какие матери бывают, это сломило бы любого. Я просто... у меня в голове не укладывается. Как можно такое писать? И это писали матери, у которых там и двое детей, и трое детей, и по одному. Я не сужу даже, кто из них лучше, у кого трое детей или у кого один. Но сам факт того, они мне говорили о том, что материнство это не мое. Ты, конечно, классная. Вот умудрялись еще так писать. Ты, конечно, классная. Косметика, там, шмоточки. Но материнство это не твое. И указывали на такие моменты, что я не отучаю ребенка от соски, он до сих пор у меня ходит в памперсе, он не разговаривает, ему 1,10, 1,11 будет скоро. Он не разговаривает, что он там еще не делает. Короче, он ничего не делает, он у меня какой-то неразвитый весь там и так далее. Это было, конечно, ужасно слушать девочки. И самое интересное, что это совершенно неадекватное мнение. Эти женщины, которые это писали, они совершенно ничего не знают о детях и об их развитии. Вот что я могу понять. Потому что я слушала профессионалов. Я знаю, что дети никому ничего не должны. Они не должны бросать что-то по вашему велению. Они не должны ходить на горшок рано. Многие, вот реально, это же я же мать. Вот я теперь понимаю, что я же мать. Я до сих пор до конца не понимала, что такое я же мать. Все заточено на маме. И она думает, что она супер лучшая мама. И все остальные не умеют воспитывать. И вот она дает везде советы, где их не просят. Умничает. Вот, наверное, вот что-то такое я же мать. Ну, не знаю, я сейчас еще не совсем могу сформулировать, но точно я почувствовала и поняла, что такое я же мать. Я заодно переживаю только, что все эти девочки, которые писали мне такие комментарии, я, конечно, была рада почистить. Потому что многие, я смотрела, они мне писали комментарии, какие-то советы, какие-то давали добрые пожелания, и при этом они пишут в комментарии, что материнство – это не мое. Как вообще можно такое написать? Я думаю, что… Я сейчас дам ответочку просто, да, она настолько глупая, но эмоции мои хотят сказать. Я могу сказать, что именно эти женщины, которые так пишут, это материнство, а не их, потому что чему они научат ребенка? Я считаю, что самое главное – научить ребенка доверять тебе, чувствовать себя любимым и дарить ему уверенность в себе, а не то, когда вы у него соску отберете или памперс снимете вовремя, да? И ребенок к вам не пойдет, когда у него будут большие проблемы. То, что ребенок не говорит там в определенном возрасте, мне кажется, это ясно как божий день. Это явно женщины, которые не читали ни книг, никаких, не слушали даже просто хотя бы какие-то интересные ролики про то, как и когда ребенок должен развиваться, как и когда он должен что-то говорить. Тысячи людей пишут о том, что там мальчики бывают, говорят позже, хотя тоже это не факт, бывают и раньше разговаривают, ну, как правило, там говорят, да? Но столько все это индивидуально с детьми, и мне кажется, каждая нормальная уважающая мать себя должна об этом знать. Но почему-то они этого не знают, и более того, они в комментариях еще учат меня жизни. Так просто один этот комментарий их, где они учат меня жизни, говорит о том, что они ничего не знают о материнстве, они ничего не знают о воспитании. То есть для них это нормально, зайти к человеку, что-то себе в голову плюнуть, или посмотреть выжимку мою. Я даже влоги, более того, я даже, то есть мне говорят, мы видим из видео что-то. Я влоги снимаю, выкладываю раз в неделю, один час. Это не выжимка из 24 часов, это выжимка из недели. Естественно, я не буду в эту выжимку вставлять какие-то вещи. Если вы увидели его с соской, это не значит, что он все время ходит с соской. Если вы увидели его в памперсе, это не значит, что он все время ходит в памперсе. Да и более того, даже если это происходит на все свои причины. Мне интересно, почему такие люди считают, что они вправе решать, что делать какие-то такие выводы глобальные, вешать на меня какие-то вот такие вот ярлыки, да, что материнство мое, не мое, это вообще полный бред, полный бред. Я охренела. Я заблокировала всех просто подчистую. И хотела сказать большое спасибо девочкам, которые меня поддержали, которые отвечали таким адекватные комментарии, говорили о том, что, ну то есть то, что я сейчас сказала, они это им и писали. Во-первых, вы не можете судить. Во-вторых, вы, дети все по-разному развиваются. Там, в-третьих, на все есть свои причины. Ну то есть вот элементарное. Ну я просто охренела, честно говоря, поэтому этот выпуск экстренный. Конечно же, я сегодня отвечу на вопросы, которые в конце концов люди нормальные мне задали. И я просто расскажу, как и что делаю я. И все. И вообще мне интересно, чему может научить женщина, если она невоспитанная, бестактная в принципе? Чему она может научить ребенка? Этому. Зато он у нее разговаривать начал рано. Или зато пампер снял рано. Вот ему это в будущем пригодится. Охренеть. Итак, поехали. Первый вопросик. «Селена, бывало ли у тебя такое, что, например, оставила ребенка с бабушкой и уехала по своим делам, но возвращаться домой к сыну не хочешь?» Отвечаю. Такого не было в принципе, чтобы я не хотела приехать к своему сыну. Было, конечно, такое. И такое происходит. Мы с мамой договорились. Два через два. Она два дня сидит с ребенком. Потом два дня с ним сижу я. И в тот момент, когда она с ним остается, я делаю свои дела. И за это время из своих дел по пальцам можно посчитать, когда я просто подарила время себе. Пошла куда-то с подругой в ресторан. Так все, я не могу попасть в кино, потому что, мне кажется, это такая трата времени, когда я не могу позволить себе это. То есть максимум пойти где-то покушать, почувствовать воздух, бриз и как бы что-то такое. И то мы разговариваем все равно о делах. Я, если выхожу на улицу, то нон-стоп я делаю свои дела. Я кушаю практически на бегу. То есть нет такого, что я раз там пошла гулеванить. Нет. То есть я иду сначала мне это, потом то. У меня целый список всего. И хорошо, если я успеваю все вовремя, к 7 часам приехать, пока еще не потемнело, чтобы маму отпустить домой. Вот. И да. То есть только в последнее время я начала себе, допустим, второй день уделять вот как-то на что-то. Но опять же говорю, по пальцам посчитать. За все это время, может быть, три раза я уделила себе внимание и делала то, что я хочу. Просто расслаблялась, не думая о делах. Это на второй день. Первый день я делаю дела, а второй день вот так вот себе позволила. несколько раз. Но так, чтобы я не хотела... Я всегда хочу к нему идти. Я всегда переживаю, что он как-то... Моя мама пишет мне все время, что вот он там уже скучает за тобой. И я еще больше начинаю суетиться и бежать к нему. Более того, я планирую какие-то поездки и очень сильно переживаю, когда я вдали от дома. Я очень сильно переживаю, что что-то может случиться, я не знаю, там какие-то непредвиденные обстоятельства. И из-за того, что я это переживаю, а это стало так, да, когда ребенок появился, стало так, что я много переживаю. То есть мне надо находиться непосредственно с ним рядом и контролировать все, как и где он, что он со мной рядом. И из-за того, что я уезжаю, допустим, вот я уезжала в Саратов, по-моему, насколько я помню, или я уезжаю там в Москву, вот по каким-то делам. У меня полностью везде все подстраховано. На любой случай. Что моя мама справится со всеми. Не буду я вдаваться в подробности, потому что не хочу, что именно я делаю, но я заботюсь о том, чтобы не было никаких проблем ни у кого. Если, не дай бог, какая-то ситуация выйдет из-под контроля. Как питается Дэнни? Сама готовишь? Какие блюда любит больше всего? Разрешаешь ли кушать сладости? Сладости мы не кушаем. Я его не балую там какими-то конфетами, потому что я знаю, все это вредно. Есть определенные сладости, которые ребенку можно. Например, там детские, какие-то батончики, они там вот даже полезные, да. Фруктоши, разве это не сладко? Сладко. Яблоки, фрукты, да, там сладко-сладко. То есть шоколад, конфеты, что-то непонятное, химозное, я ему не даю такое и даже не дразню, потому что если он попробует раз, он увидит эту этикетку, будет все время просить. Поэтому сейчас он у меня очень ровно относится. Бывает, что-то я ему могу дать там попробовать, иногда, но он даже от этого отказывается. Как мы питаемся? Мама у меня в свое время выписала в интернете, что в каком возрасте должен ребенок потреблять и в каком количестве. И мы за этим вместе с ней следим. То есть утром у нас обязательно кашка. Кашка какая, готовлю я сама или не готовлю? Всегда по-разному. Каши, скорее, я ему не готовлю. Я их покупаю готовые для детей с определенного возраста. Они вкусненькие, и он их безумно любит. Но сейчас, например, есть каши, которые уже продаются готовые, их там с водой растворять. Вот такое покупаю. Мне кажется, что там все сбалансировано. Вот так вот сзади прочитаешь очень много всяких полезных вещей. Мне кажется, это даже полезнее, если бы ты сама просто рисовую кашу сготовила. И самое интересное, что некоторые вещи он не любит. Он любит вот эти каши, которые уже продаются. Они какие-то более вкуснее. Как-то мы готовили ему каши, он их даже не ел. Даю то, что любит. Вот он любит эти всякие кашки в тетропаках, вот такие вот разные вкусы. Это мы даем. Что касается смеси, смесь я тоже еще даю ребенку, потому что я считаю, что там сбалансированное питание. Но я не целыми днями даю, я даю один раз в день. Либо я даю это утром рано, либо я даю это на ночь. И он очень любит это молочко. То есть обычное молоко я ему не даю магазинное. И даже детское не даю молоко. Мне кажется, нет у нее ограничений, до какого возраста должен он ее пить. И мы с мамой в этом согласны. Она говорит, там очень много полезных элементов всяких для развития. На ночь. Почему нет? Дальше у нас идет на второе обязательно что-нибудь. Как правило, мама у меня приходит, она готовит. Я дома не готовлю, потому что в ней готовит мама. Она приходит довольно часто, она наготавливает кучу еды. И остальные два дня, которые ее нету, мы это едим. Бывает, что-то я там заказываю, ну себе, но ребенка, естественно, не кормлю тем, что я заказываю. Хотя сейчас есть очень много и хорошего меню. Я могу приготовить, но это очень редко. И мне кажется, если я не готовлю, это не говорит обо мне, как о плохой матери, например. Это полная глупость. Я готова платить большие деньги, чтобы мой ребенок питался хорошо. То есть для ребенка на детские какие-то товары, на детское питание я денег не жалею. И да, бывает, что-то приготовим, но всегда на всякий случай я покупаю немного еды, которая продается тоже в Ашане. Разные фирмы. И тоже там есть... Там есть очень прям, вот, знаете, во-первых, мало соли, приготовлено все сбалансировано, тоже там какая-то рыбка, дорада, треска, там в каких-то овощах, там картошка, фенхель, кролик разнообразный. То есть, конечно, дома готовить разнообразие мяса этих. У нас не получается, ну и как-то вообще, это заморочка конкретная. То есть, есть на что обратить лучше внимание, нежели тут мясами разными, и овощами играться. Вот. То есть, готовит мама, допустим, у меня что-то по стандарту, она может приготовить курица, индейка, там говядина, свинина редко, тоже с овощами, там или с картошкой, там сделать что-то такое овощное. Вот. Ну, например, какие-то там кролика, или там цыпленка, или там рыбу какую-то, хотя рыбу тоже она у меня может готовить. Ну, допустим, я беру и покупаю это все вот в готовые такие баночки. Он с удовольствием все это есть. Вот нет ни одной баночки, которую бы он не захотел есть. То есть, он с удовольствием все есть. И когда я пробую, я понимаю, что там, ну, в принципе, в составе все написано. Мне нравится. Это именно тогда, когда, допустим, что-то закончилось, или, допустим, ну, например, мама приготовила там на первый день, да, вот второй день я могу ребенка этим накормить, на третий день я уже не буду кормить. Ну, лично я такая. Мне кажется, что это уже, блин, не свежее. То есть, это я могу съесть ребенку, я это не дам. Я ему лучше достану что-то из баночки. Потом обязательно у нас идут фрукты. Он ест либо фруктоши, либо яблоки, груши, бананы любит. Обязательно идет какая-то кисломолочка, творожок. Все покупаем детское. То есть, мы не покупаем взрослые, там, как-то там делаем или еще что-то. То есть, я все покупаю детское. Детский творог, детское молочко. Любит хлеб. Очень сильно любит хлеб. Если я не слежу, то он может вообще полбуки, мне кажется, съесть, но я выдаю ему определенно. Любит хлеб, хлеб с маслом, с сыром. Даю ему сам нежирный сыр, покупаю хороший какой-нибудь. Вот. Ну, в принципе, то есть, все элементы питания, которые должен ребенок получать, он у нас получает, мы за этим следим. Следующий вопрос. Делали ли все прививки и как укладываешь сына? Насчет прививок, это такая тоже очень история щепетливая. Щепотливая? Щепотливая. Как правильно это? Щепотливо говорится. Потому что я заметила, что в жизни разделились на два лагеря. Одни яро за то, что прививки, и особенно врачи вообще просто манипулируют такими словами, как вы не защищаете ребенка от болезней каких-то или еще что-то. А вторая половина, которая против прививок, и тоже есть на это свои какие-то факты, есть на это свои какие-то причины, и тоже, которые имеют место, что это лучше ребенку не делать эти прививки, по какой причине их не делать, там, и так далее. Я смотрела много роликов по этому поводу. Одни из близких моих людей, у которых родственники, тоже врачи, они тоже не делают прививки по причине того, что это очень вредно, и есть там свои общие знакомые, которые тоже, кандидаты на ЛУК, которые ездят даже с лекциями в разные города, говоря о том, как прививки влияют на ребенка. Вот. Но у нас общая пропаганда пока что есть еще, и в поликлиниках, я вижу, хоть они говорят, мы не заставляем вас делать прививки, но при этом они давят такими рычагами, вообще неприятными, что любой человек такой немного более-менее там ведомый, поведется и сделает, можно так сказать, да, эту прививку. Ну, то есть, вы не любите своего ребенка, если вы не делаете прививку. Вы его не защищаете, а он обязательно заболеет, понимаете, и все. И вот тогда будут проблемы. Ну, то есть, вы не заботитесь о ребенке, вот такие манипуляции. Ну, это полный бред вообще. И я ребенку прививки не делала, только сделали одну прививку, опять же, что-то я испугалась, боялась, еще не совсем там знала какие-то моменты, но какую-то прививку, по-моему, от туберкулеза, что-то такое вот, или гепатит, или нет, гепатит не делали, туберкулез, по-моему, что-то такое, короче, в пяточку сделали, когда он был маленький. Вот, но я ей тоже пожалела об этом, не надо было делать никакие прививки. Я, в общем, много смотрела разной литературы. Если вам интересно, мне вообще очень сильно понравился один ролик в интернете, там женщина одна, она профессионал в своем деле, она вот ездит с лекциями по городам, это все снимают и выкладывают прям в полной мере. Там три часа видео есть, где она рассказывает, почему и как не нужно делать там прививки, или нужно, или не нужно. В общем, мне она очень понравилась, потому что она очень все подробно, популярно, раскрыто, открыто рассказывает, что я с ней в большинстве, даже во все практически согласна, что редко. Если кому-то будет интересно, напишите мне в инстаграм, я ее найду и обязательно скину вам ссылку. Просто для общего развития послушайте. Вот, также мне очень импонировало мнение там известного человека, такой как Бородина, у нее двое детей. Одной она делала прививки, другой она не делала. У нее был такой пост, и она сказала, что Тея намного меньше болеет, например, чем Маруся. Или вот, ну, то есть она разницу какую-то почувствовала, и она вот против прививок не делала. Вот я какой-то пост прям отдельный у нее на странице в инстаграме читала. Ну, это как бы яркие моменты, которые запомнились. И так тоже я прислушивалась, да, к другим. И согласна в какие-то моменты, почему не нужно делать прививки. Ну, потому что большинство прививок неактуальны. Раньше это была обязаловка, и сейчас должно быть как бы причина. Прививки тоже ведут свои последствия. Очень много всяких осложнений, очень много некачественных прививок и так далее, и так далее, и так далее. Как укладываешь спать? Укладываю спать очень легко и просто. Он у меня сам ложится, то есть он, я вижу, он хочет спать. Он спит, в принципе. То есть у меня нет такого, что он спать не хочет, а мы его, короче, насилуем. Ну, мы пытаемся уложить спать, как мы укладываем? Даю соску, он знает, что нужно спать. И соску, на самом деле, он не ест у меня там 24 часа. Он её ест, именно когда засыпает, перед сном. Потом во сне он её выплёвывает. То есть за 24 часа, 30 минут там, допустим, 10, 20, 30, всегда по-разному, мы его укладываем, он эту сосочку сосёт. Потом она у него выпадает изо рта, он просыпается, он её уже, в принципе, не сосёт, если только не увидит где-то, что она лежит. Мы поприколы её. Но её легко очень у него забрать. Просто на что-то выменить, отвлечь, и он не будет за ней бегать, дайте мне соску. То есть это у нас не какое-то такое сильное желание, без которого мы не можем жить. И на ночь. Так его намного проще уложить. Естественно, без соски он не заснёт. Я пробовала. Я думаю, что оно всё само сойдёт на нет. И что касается, говорят про прикус, плавно, да, перешла к соске. Да, я согласна. Там я читала, смотрела всё это, там прикус неправильно развивается. Но я думаю, что от того, что ребёнок в сутки 30 минут соску гоняет во рту, от этого прикус не изменится. Я ложусь рядом с ребёнком, мы спим вместе. Я ложусь рядом с ребёнком, делаю вид, что я сплю. Он меня вот так вот обнимет и сам засыпает. То есть я его не укачиваю, ничего специального такого не делаю. Единственное, что я его пытаюсь устать за целый день, чтобы он активно провёл время и устал. Тяжело ли быть мамочкой? Ну, это непростая задача. То, чтобы там тяжело, мы с вами, женщины, очень выносливые, мы всё вынесем, вытерпим, но, конечно, нужно проявлять много терпения, много заботы, внимания. И, естественно, раньше как-то... Это, конечно, любого человека выбьет из колеи, потому что раньше мы просто живём, 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 живём и думаем только о себе. Что мы хотим, куда мы хотим, о своих чувствах и желаниях, как бы нам себя развлечь, что потешить. А когда рождается ребёнок, вы просто об этом не думайте. Всё время, все 24 часа вы думаете о том, что он чувствует, что он хочет, что ему нужно, как его развеселить, что ему дать поесть, что ему одеть, куда его сводить. И всё. То есть ваши желания уходят... Это даже не второй план, потому что там второго плана нет. Там только первый план ребёнка. До второго дела не доходит. Поэтому тяжело ли это? Решайте сами. Лично мне, лично для меня, да и чё сказать, да нет, это тяжело. Я думаю, что да, материнство — это тяжело, это нелегко, однозначно. Здесь нужно и работать над собой, над своими эмоциями и много-много всего, короче, там входит. Да, материнство — это нелегко. Сразу хочу предупредить. Пусть девушки не думают о том, что это легко стать мамой. Какие были твои первые эмоции, когда узнала, что беременна? Ты счастлива, что мама? Хочешь ли ты ещё деток? Если да, то сколько? И как ты думаешь, влияет ли на ребёнка, в данном случае мальчика, то, что он живёт только в женском коллективе? Или папа и мужчина в доме может воспитать совсем по-другому? Как боролись с болью? У Дени когда резались зубки? И ещё хочу сказать, не слушайте тех, кто пишет «Гадости», «Вы крутая мама». Спасибо большое. Я читала, да, мне приятно это. Значит, смотрите, какие были твои первые эмоции, когда узнала, что беременная? Я говорила, что у нас Дени желанный, долгожданный, мы год его планировали, и мы уже даже, после моего первого самообмана, я думала, что я беременна, на самом деле я не была беременна. Мы так обрадовались, а потом так расстроились, что после этого до конца не верили в каждую мою такую беременность в течение года ещё, да. И когда я действительно была беременна, то есть мы вдвоём с мужем, я говорю, да, зая, по-моему, я беременна точно, уже теперь 100%. Он говорит, нет, как врачу не пойдёшь, я не поверю, потому что он не хотел сильно расстраиваться, потому что радость настолько велика, что расстройство очень сильное, если это не так. И мы радовались, я, честно скажу, я прыгала. Это впервые в жизни, когда я прыгала от счастья. Это счастье ни с чем не сравнить. Ни одно. Ни покупка машины, ни покупка квартиры, ни поездки за границу, ни какие-то там выигрыши, я не знаю, подарки. Это всё фигня. Это реально всё меркнет. Когда ты беременна, я прыгала до потолка. Я радовалась очень сильно. Я считаю, что я счастливая мама. Конечно, однозначно. Хочешь ли ты ещё деток, если да, то сколько? Да, хочу. Ну, минимум ещё одного. А максимум, посмотрим, насколько я почувствую, что моё тело выдержит, потому что всё-таки как-никак возраст, да. Я не считаю, конечно, что у меня какой-то такой возраст. Мне не тяжело было рожать, у меня были прекрасные роды. Я думаю, что всё это индивидуально. И думаю, ещё одного я точно легко рожу. Но вот дальше посмотрим, потому что главное здоровье. Да, буду смотреть по здоровью. Влияет ли на ребёнка, что он живёт в женском коллективе? Я думаю, что в какой-то степени влияет, но могу сказать, что мой брат настоящий мужчина. И он вырос в женском коллективе. Я, мама, мои подруги, все старшие, да, я старшая сестра. И можете посмотреть. У него своя прекрасная семья. Он с абсолютно нормальными понятиями, мужскими. Он настоящий мужик. В нём нет вообще ничего такого, знаете, женоподобного или ещё что-то. Причём он добрый. Женщины воспитали, да? Он добрый, понимающий. То есть у него очень много хороших качеств, что он может понимать женщину свою, понимаете? И умеет зарабатывать деньги. Ну, в общем, всё замечательно. Поэтому здесь, я думаю, не столько важно женщины или мужчины, а сколько важно, что они всё-таки дают своему ребёнку. И как боролась и с болью у Денис с резанием зубок, у нас они резались абсолютно безболезненно. По-моему, ну, может быть, один раз какой-то был, что он капризничал. Я уже всё сделала, да, что почему ребёнок может капризничать. А он продолжал капризничать. И я ему, что же я ему сделала? Возможно, дала норофена. Ну, как бы, то есть я подумала, что это, скорее всего, зубки. Но это было один раз, единожды. Больше ничего не было. То есть у нас зубы резались незаметно. Причём вырезали рано. Очень много зубов. Так, спите ли вы вместе с Дени? Не планируете ли спать отдельно? Я сплю вместе с Дени. Планирую спать отдельно. Тогда, когда будет у меня новая квартира, я хочу ему уже начинать делать свой уголок. Да, чтобы он чувствовал свою кровать. То есть всё такое. Пока мы спим вместе, потому что, в принципе, не так много места, чтобы ему спать отдельно. Во-вторых, он любит спать со мной. Но в любом случае, он будет засыпать. Поначалу я буду отучать, когда он будет засыпать со мной, я буду просто его переносить на кроватку. То есть даже на кровати, то есть раньше мы, допустим, как-то в обнимочку с ним, вот так вот прям у тетю, он всегда вот возле меня был. Сейчас мы уже начинаем, там он в одном краю кровати, я в другом краю кровати. И я понимаю, что ребёнок, в принципе, самостоятельно готов уже спать. Вот. И как только я куплю квартиру, я буду обустраивать ему свой уголок со своей кроватью. Как вы считаете, стоит ли давать ребёнку сладкое, чипсы, газировку и прочие гадости? Нет, конечно. Чипсы, газировку... Нет. Я буду до последнего этого всего не давать. И говорить о том, что это вредно. Я сама газировку не пью. Я редко очень ем чипсы. Каждый раз, когда я их ем, думаю, господи, что там внутри сейчас с моим желудком. И ребёнок тоже это должен. Понимаю. Как развиваешь сына? Как приучаешь кушать самостоятельно? Закатывает ли тебе сын истерики, когда ты ему что-нибудь не даёшь или не купишь? Как ты с этим справляешься? Значит, смотрите, как я развиваю сына. Для того, чтобы развивать ребёнка, не обязательно иметь в доме какие-то специальные развивашки. Его можно развивать на всём. Я с сыном постоянно разговариваю. Я постоянно что-либо, когда ему даю, или вот прохожу, я всегда указываю на цвет, что это такое, что с этим делать. Я постоянно разговариваю. То есть я вижу, что ребёнок, он, как многие говорят, мычит. А он у меня не мычит. Реально я знаю, когда дети мычат. Я слышала это. Это тоже неплохо. У всех всё по-разному развивается. Но у меня ребёнок очень много гласных говорит. Он у меня говорит на своём языке. И говорит отдельные слова. Мама, баба, дай, на, и так далее, и так далее. То есть я сейчас всё не вспомню. Есть какие-то кися, гав, мяу. То есть всё это говорит. И прекрасно на картинках показывает, где кися, где собачка, где птичка. То есть открываем любую книгу и начинаем читать, показывать. Вместе с этим показывают эмоции, какие должны возникать к определённым тем или иным вещам. Ну, в основном добрые эмоции. Очень много развивающих игрушек, в принципе, у нас, да. Но я понимаю, что развивать его можно на всём. Есть музыкальный, есть песок кинетический у нас, моторику. Я над этим работаю, чтобы он моторику развивал. Какие-то мелкие вещи, чтобы он ковырялся. Там всякие квадратики, кубики, засовывал, всякие игрушки. Ну, полно всего, честно. У нас вот два целых ящика со всякими игрушками. На всём можно ребёнка развивать абсолютно. Больше всего хорошо проводить ему вместе с детками. Поэтому я и хочу, чтобы он пошёл в садик. И как раз-таки там он научится намного быстрее, чем я его буду здесь насиловать. Ругать за какие-то, там, не там пописал, например, там, да, или там не сходил, не пописал куда-нибудь. Буду ругать его по каким-то моментам. Причём ругать нельзя вообще ребёнка, если он пописал, например, не там, не попросился на горшок или ещё что-то. И вы там, ты его, да, надо писать сюда, а не сюда. Ты что сделал, тра-та-та. Вот так вообще делать нельзя на самом деле. Просто это один из способов, на самом деле, научить ребёнка. Это просто организовать вечеринку с детьми, чтобы он посмотрел просто, что другие дети делают, и что получается из этого. И быстро будет повторяться. Я думаю, что в садике мы быстро научимся ходить на горшок. У меня знакомая, она говорит, что тоже раньше засыпали с соской, когда пошли в садик, с первого же дня спали без соски. Ну вот как-то так, да? Как приучала кушать самостоятельно ложкой. Обыкновенно. Положила ему еды, посадила, показала, как держать ложку. И всё, и он кушает сам, пытается. Ну где-то направляешь потихоньку. Сейчас у меня спокойно есть. Сам, конечно, немножко всё может. Смотря на жидкая еда или потвёрже, да? Весь может быть в этой еде. Ну ничего страшного. Зато всё бывает. Обывало даже ел так, что даже ничего вокруг не размазал. Всё в рот. Молодец. Так, и как я справляюсь, когда у ребёнка истерики? Это я смотрела уже специально, на самом деле. Потому что я сама немного растерянно была в такой момент. Что же делать? Он очень резко начал у меня истерить. Прям такой прям падает на пол. Истерит. Прям что-то ему не дали. И я начала задуматься, что здесь нужно как-то себя правильно вести. Я не понимаю, как себя вести. Я немножко теряюсь в этом моменте. Мне очень понравилось. Порекомендую вам канал. Называется... Я уже говорила. Family Ease. И там есть одна психолог. Там несколько психологов, которые детские, да? Они рассказывают о развитии. Они и мамы действующие, и профессионалы своего дела. Такая девушка там есть, она худенькая такая. У него такая стрижка светленькая. Мне вот очень она импонирует. Я просто не помню, как её зовут. Но я очень много роликов у неё посмотрела полезных. Как приучить горшку там. Ну, очень много таких, знаете, животрепещущих тем, которые она рассказывает. Очень успокаивает мам и даёт очень дельные советы. Вот, кстати, по поводу детских истерик. Она дала конкретные советы. Значит, что мы делаем? Вот у ребёнка истерика, да? Ну, если он чуть постарше, если он чуть помладше, умеет он говорить или нет? Есть определённые методы. Значит, первое вы там делаете. Например, вот у него истерика. Первое. Вы на него смотрите. А, причина, из-за чего это всё происходит в большинстве своём, это нехватка внимания. И ребёнок по-разному пытается его привлечь. Я согласна. Я согласна. Я начала замечать. Я начала её методы пробовать. И они реально стали действенными. То есть я вижу, что мой ребёнок меньше нервничает. Потому что он видит, что я уделяю ему внимание. Я нацелена на то, чтобы решить его вопрос. Если что-то нельзя, я говорю, зайчка, это нельзя, потому что это лучше вот это. Но я с ним разговариваю. Я на него не кричу. Смотрю на него. И мы решаем с ним эту проблему. Даже при том, что он не разговаривает у меня, я ему могу сказать, что ты хочешь. Вот он мне показывает пальцами. Я говорю, покажи пальчиком, что ты хочешь. Он говорит, вот это хочу. Говорю, да, вот это. Показываю, объясняю. Спокойненько. То есть вот. И она рассказывает, к чему и как это приводит. Почему нельзя делать то или это. В общем, посмотрите. Но этот метод, я на себе проверила, он реально работает. Ребёнок меньше нервничает. Когда его не ругаешь. Когда, знаете, такие привычные есть какие-то способы борьбы с этим. Либо вы психуете в ответку, да, либо вы его ругаете и наказываете. И многое-многое другое. Вот я не хотела так делать. И мне понравилось то, что изначально ему не хватает внимания. В какой-то момент вы его не дали, и ребёнок просит его разными способами. Твой сын пойдёт в армию? Честно, не знаю. Вообще об этом не думала. Ещё рано об этом думать. Я думаю, что ближе к тому времени мы решим уже, что он будет делать. Сколько лет вашему сыну, почему он ещё в подгузниках? Это вот тоже, да? Почему он ещё в подгузниках? Один из вопросов таких, который уже закладывает в себя какой-то ответ. Ну, потому что есть на всё причины свои. Во-первых, это не сразу убирается подгузник. Нужно время на то, чтобы отучить ребёнка от этого. Во-вторых, я ещё не вижу, чтобы он совсем понимал, что нужно сходить на горшок. Он не ходит на горшок. Я не хочу, например, вот мы живём на съёмной квартире, и мне не нужно, чтобы был матрас весь, допустим, ходил он на матрас на этот, понимаете. Конечно же, на ночь я одеваю ему памперс. То есть спит он в памперсе. Я думала, конечно, там постелить клеёнку, но с клеёнкой спать невозможно. Вообще она, короче, ёрзает, скрипит, трыщит там вся. Я, короче, пробовала, убрала эту идею. Днём он спит у меня без трусиков. Но вот сейчас, допустим, после поездки нашей, последние две недели, он ходит постоянно в памперсах, потому что у нас дисбалансировался наш стул. И он ходит по несколько раз в день, и в туалет по-большому, и всегда по-разному. То есть ты не знаешь, как оно. Оно только формируется, и здесь без памперсов никак не обойтись. То есть он сейчас у меня последние две недели ходит постоянно в памперсах. И даже более того, мы там на пляж как-то пришли, не на пляж, а на бассейн, в памперсе. Потому что ребёнок может сходить в туалет в любой момент. Это как раз у него было начало вот этого вот ротовируса, который мы поймали. Поэтому на всё могут быть свои причины. Ребёнок может болеть, поэтому мама даёт ему соску, чтобы эта болезнь как можно менее болезненно для него прошла. Если у ребёнка жидкий стул, и он постоянно ходит в туалет, то здесь спасают, естественно, памперсы, даже дома. Не будете же вы его отпускать без памперса, когда у него расстройство какое-то, да, желудка. И будете потом везде ходить это и вытирать. Зачем? Всё везде будет вонять. Ну как бы, я не знаю, вот элементарные какие-то вещи, люди просто о них не задумываются. Сириан, как ты думаешь, правильно воспитывать ребёнка с раннего возраста, орать и так далее? Какой поступок сына довёл тебя до этой меры или такого не было? Нет, я считаю, что на детей нельзя ни кричать, ни бить их вообще никак. Я думаю, что это более правильно. Но здесь нужно больше терпения проявлять и вообще собственной мудрости. Потому что родители, которые кричат на своих детей, это от собственного бессилия, и это вообще никак неэффективно. Тем самым они только воспитывают какие-то зажимы, мне кажется, и комплексы в ребёнке. Это неправильно. И это от слабости идёт женской. Нужно быть мудрее, нужно обращаться к профессионалам в этом смысле. Чтобы они настроили внутри так. Это огромная работа. И ещё развитие параллельно с тем, когда вы с ребёнком, когда вы воспитываете ребёнка правильно, это огромное саморазвитие должно быть. Селена, как оставаться спокойной с ребёнком непоседой, и как справляешься. Но дети все, они чего-то хотят. Я вообще спокойно, честно говоря, к этому отношусь. Ребёнок ходит, лазит. То есть для меня самое главное, чтобы он откуда-то не упал и как-то не поранился. То есть я везде всё ограждаю. А так что хочет, то и дед. Хочет беситься, хочет орёт. Я вместе с ним поору. Что угодно. Пусть выматывается муж, сходит с ума от непоседливости, то я бегу с ним на улицу, он должен свою энергию всю. У них очень много энергии, это несравнимо с нашей. Я уже там вышла, три минуты устала, а ребёнок может три, четыре, пять часов. У него энергии очень много. Они вот в этом развиваются, воспринимают всё это. Я нормально к этому отношусь, вообще никак к этому не справляюсь. Просто ровно. Пусть развивается, пусть кричит, бегает, играет. Придёт время постарше, когда будет более какие-то вещи понимать, когда с ребёнком можно будет разговаривать, что-то ему объяснять. Мне кажется, что будем объяснять, объяснять, объяснять. Будут всё понимать на своём опыте, как себя нужно вести, так или иначе. Пока они дети, им очень многое позволено, что не позволено взрослым. Я считаю, что этим надо пользоваться. Я многое ребёнку позволяю. Например, лежать на асфальте, лечь на травку, посредине где-нибудь детской площадки. И я обрекалась, я и сама могу с ним лечь. Думаю, отличный повод лечь мне на площадку, на асфальт. Ну, это прикольно. Классно. Вот, поэтому я ему какие-то такие вещи позволяю. Которые, конечно, когда он подрастёт, я уже буду говорить, что так делать не нужно. Это выглядит странно. Так, расскажи, что для тебя главное в воспитании сына. Бывает ли у тебя желание быть во всём идеальной мамой? Находишь ли ты время для себя и как это организуешь? Был ли Дэнни на грудном вскармливании, чтобы ты выбрала между идеальной матерью и счастливой? Как относишься к домашним родам и родам в присутствии мужа? Начнём сначала. Итак, что для тебя главное в воспитании сына? Как я сказала уже в начале, если я об этом сказала, что главное, чтобы мой ребёнок рос уверенным, знал, что его любят, знал, что его поддержат. И я бы хотела, чтобы было доверие ко мне. Если всё это будет, то всё будет замечательно. Я над этим работаю, я считаю, что это самое главное в воспитании ребёнка. Бывает ли у тебя желание быть во всём идеальной мамой? Да нет, я просто смирилась, наверное, с тем. Было, может, поначалу, хотя я не припомню так точно. Но я смирилась с тем, что я не идеальная мама, далеко не идеальная. И идеальной быть невозможно, мне кажется. Мне кажется, нет вообще идеальной мамы, как и идеальных людей. Это понятие очень относительное. Если такой человек есть, то это просто гуру на всех фронтах, мне кажется. Мудрый, опытный, счастливый, дарящий счастья. Но он вообще невероятный какой-то человек. Таких очень мало. Я думаю, они есть, но их очень мало, и очень встретить. Это должна быть такая сильная связь и такая хорошая карма, чтобы встретить таких людей на пути и перенять у них всё это. В основном я не вижу идеальных. Я вижу, например, идеальное в том, что она готовит дома разные блюда ребёнку, но не идеальное в воспитании, например, ребёнка. Может кричать на него, может бить. Или наоборот. Может быть, не бьёт, не кричит, такая вся добрая, хорошая вроде бы. А на самом деле качества какие-то есть. Другие, которые прививают ребёнку, не очень хорошие. Может быть, безответственность какая-то или ещё. То есть это настолько всё относительно, я говорю, это супер-мамы, каких я не встречала, честно говоря. Поэтому нужно просто стараться давать ребёнку максимум и базироваться на каких-то, может быть, основных вещах, вокруг которых всё крутится. Всё остальное изменится. Ребёнок ещё вырастет. Он ещё попадёт в социум, ещё попадёт в какие-то компании. И там уже 300 раз всё поменяется. Но мне кажется, что эта уверенность в себе и любовь, доверие ребёнку, в ребёнке, именно к себе нужно рождать. Чтоб он не закрывался. Очень много мамочек, ой, очень много деток мне на самом деле пишет, молодых девочек, которые обращаются ко мне за советом, именно потому что они не могут обратиться к маме, об этом говорят. «Ребят, кто-то там боится что-то сказать о каких-то элементарных вещах». Вот у меня, например, такого с мамой не было. Я ей полностью доверяла, она знала всё о всех моих становлениях на пути. Я считаю, что она была для меня подругой. Это было очень важно, и до сих пор у нас сохранились такие отношения. Я хочу, чтобы у меня тоже так было с ребёнком. И поэтому я чувствую себя уверенно в жизни, и поэтому я себя чувствую счастливой в жизни. Всё благодаря воспитанию моей мамы. Она подарила мне какие-то такие вещи, а всё остальное уже нарастила я сама. Находишь ли ты время для себя и как это организуешь? Да, нахожу время. Никак не организую, всё спонтанно. Просто когда появляется свободное время, я уделяю себе. Это очень мало, но как? Вот так. Никакой организации. У меня вообще в жизни нет организации. Это очень сложно. Потому что как-то свет начинает появляться, и я не понимаю, насколько меня хорошо видно вообще. Или как? Ладно, оставлю пока так. Был ли Денни на грудном вскармливании? Да, Денни был на грудном вскармливании, и в этот период я питалась там хорошо и правильно, а потом в какой-то момент я просто уже сорвалась. Знаете, это когда долго вы не едите любимой еды всякой. Потом я уже сорвалась, и опять же, со временем очень большая напряжёнка, я начала есть непонятно что, и я стала очень сильно, ну как непонятно что. То есть набегу немного, витаминов немного стала получать какие-то организмы, потому что мало кушала. И мне казалось, что какое-то молоко у меня не сильно полезное, мне казалось. И мы решили перейти на питание такое. И вот до четырёх месяцев я его кормила, а с четырёх месяцев мы перешли на смеси. Вот, детское молочко. Чтобы ты выбрала между идеальной матерью и счастливой, ну опять же, да? Тут даже не то, чтобы выбрала, а просто идеальной мамой невозможно стать вообще, в принципе. Да и счастливой тоже тяжело. Мне кажется, ты счастливой станешь тогда, когда твой ребёнок будет счастлив. Мне кажется, что ещё может быть счастливой для матери? Как ты смогла вырасти такого классного парнишку одна, с мужем на расстоянии, когда не привыкает к садику? Начнём с садика. Пока что он никак не привыкает, потому что мы только завтра, вот это видео я снимаю в понедельник, во вторник у нас анализы. Мы только сдаём, потому что там направление берёшь, потом неделю ждёшь. Я уже... Ну, тем более, пока он ещё у меня восстанавливается, это тоже, в принципе, хорошо. Сейчас дадим анализы, и потом анализы дождёмся. Если всё хорошо, мы сразу бежим в садик. И тогда уже смогу рассказать о том, как он к нему привыкает. По поводу того, как вырастила такого классного парнишку, ну, ещё как бы... Тут как бы сложно судить, какого я вырастила парнишку, потому что он ещё маленький, на самом деле. Вот, но папа на самом деле принимает участие в воспитании. Естественно, я с ним всегда советуюсь, что и как. Они болтают по ватсапу постоянно, по видео. То есть он знает, что папа, он его кормит. Ну, всё это понятно через экран, но пока что так. Он его кормит, он ему что-то рассказывает. Он берёт телефон, идёт, ему рассказывает, как мы на карусельках, например, катались. Вот, то есть... Да всё нормально. Всё хорошо. Тут очень сложно судить о том, вот как ты воспитал. Я ничего не делаю специального. Просто вот такая, какая я есть, я всё это передаю ребёнку. Если я с чем-то не справляюсь, я обращаюсь к профессионалам. Благо, есть хорошие каналы и хорошие люди, которые рассказывают очень полезные вещи. Я рекомендую к ним обращаться. За советами. Смотреть ролики. Как сделать так, чтобы в будущем ребёнок доверял тебе и не боялся делиться, всем советоваться. Вот, да? Ой, как? Это как раз-таки вот одно из таких, да, что нельзя сильно ругать ребёнка за что-то. Нужно всё ему объяснять, чтобы он понимал какие-то моменты, почему там то нельзя или это нельзя. Нужно всегда выдерживать спокойствие. Нужно всегда дарить ребёнку, он в любой случае всегда должен знать, что вы его любите и вы его поддержите. Поддержите не то, значит, что он там хочет какую-то каку, ой, поддержите, да, бери какую-то каку. Нет. А то, что вы правильно с любовью всё это расскажете и никогда от него не отвернётесь. Например, бывает с детства, говорят, я тебя поставлю в угол, я тебя оставлю одного и сейчас уйду. Я считаю, что такие вещи с детства нельзя говорить. Нельзя прививать ребёнку страх одиночества, что он останется одним. У них в этом возрасте маленьком как раз-таки это остро. Ему постоянно надо быть с мамой, да, его внимание. И тут тебя пугают одиночество. То есть заведомо говорят, что одиночество — это плохо, прививая какие-то шизы ребёнку. То есть какие-то такие мелочи, я их соблюдаю. И в любой ситуации я думаю о том, что может здесь бояться мой ребёнок. Но опять же, это огромное саморазвитие, чтобы уметь это всё замечать. Мы не всегда можем говорить какие-то вещи и не замечать, к чему это всё приводит. Поэтому здесь нужна внимательность. Не только к ребёнку, но и внутри себя. Что ты говоришь и делаешь, к чему это может вести. Ну и соответственно, опять же, да, надо много читать, развиваться. Вот ты часто ходишь в заведение с малышом. Как научить его себя там вести? На что внимание обратить? Короче, тема такая интересуется. С какого возраста лучше начинать посещать кафешки? Вы знаете, я вот смотрю, хожу, и абсолютно разные детишки есть и в колясках, и в колыбельках. И я с раннего возраста ходила. Но главное, чтобы там не курили, да, чтобы там было не шумно. Я скорее искала больше под ребёнка кафе какого-то, чем какое-то шумное заведение с очень громкой музыкой. И, конечно же, я туда не пойду. Как себя вести ребёнку? Ну как, говорить, повторять? Ну это как бы что? Это и есть развитие ребёнка. Оно со временем. Конечно, они все непоседливые. В каких-то заведениях есть специальные детские комнаты. Они там отвлекаются, между собой играются. Есть там какие-то аниматоры. Ну разные, да, вещи. Надо больше уходить в такие, наверное. Понятно, что мы там можем сидеть, кушать там и что-то. А ребёнку нужно бегать и развиваться. И как его приучишь при этом? Это очень сложно. Конечно, нужно об этом думать. Поэтому я думаю, с любого возраста можно ходить. Главное подбирать кафешки уютные какие-то. А ребёнок в своё время поймёт, что как нужно себя вести в подобных заведениях. Ну всё от возраста ещё зависит. Не знаю, разговаривать. Разговаривать и говорить вот так вот, или вот так вот. Чем-то отвлекать. Что-то... В общем, всё по ходу. Очень сложно вот так сказать. Как его вот так вот приучить. Быть поседливым. Все дети непоседливы. Это нормально. И нормальные люди это понимают. Каких брендов покупаешь сыну одежды? Я никаких брендов ему особых не покупаю. Мы одеваемся в недорогих детских магазинах. Я очень люблю Gloria Jeans. Огромный выбор. То есть... Ну вот все, да. В Мазерке там тоже есть что-то интересное. Что ещё? Ну то есть какие-то магазины детские, где большой выбор и небольшие цены. Почему? Объясню. Потому что ребёнок растёт не по дням, а по часам. Ты сегодня купил эту майку, через месяц она ему маленькая. У всех по-разному дети растут. И я не вижу смысла. Это просто выброс денег. Реально. Главное для меня, чтобы вещь была из натуральной ткани, хлопок, вискоза, да, чтобы она была приятна к телу и так далее. И всё. Вот когда он подрастёт и более-менее нормализуется у него размер, то есть как у меня, да, я могу себе вещь купить на 5-10 лет, поэтому можно на неё потратить там большие деньги какие-то. А ребёнку я не вижу смысла. Поэтому никаких особых брендов мы ему не покупаем. Селен, как считаешь, рожать лучше своим путём или кесарево? Ну здесь очевидно. Я думала, вы спросите с эпидуралкой или без эпидуралки. Есть вот такое более-менее, да. Да всегда естественным путём всё это дело лучше естественно делать. Вообще кесарево, оно бывает показания кесарево. Есть какие-то такие показания, где, допустим, здесь только кесарево. Так, крошки немного перебазировалось, потому что у меня села батарейка, и там уже солнца много. Продолжим, давайте отвечу быстренько на вопросики. Пропустила один вопрос. Скажи, пожалуйста, чем ты пользовалась от растяжек? Что касается растяжек, мне кажется, это генетически. Я ничем не пользовалась от растяжек, на самом деле. Ну максимум, что маслицем там мазала тело своё. Но у мамы моей нет растяжек, у меня нет растяжек. Я думаю, что это генетическое. Про кесарево, да, что-то говорили. Это я говорила про то, что есть показания кесарево, да. И если показаний кесарево нет, то нужно рожать своим способом. Очень сложно писать мне это видео какое-то, потому что всё отвлекает везде. Это я ответила, да. Всегда всё естественно, конечно, более лучше. А там уже по возможностям. Я, например, не могла терпеть боль, поэтому сделала эпидуралку. Для меня именно такое эмоциональное, нервозное состояние и то, что у меня происходит от того, что я нервничаю, когда мне туда залазят, там всё это проверяют, я прям не могла расслабиться. Мне кажется, это намного хуже всё, нежели если бы не сделали эпидуралку. Я расслабилась и в радости, эмоциональном родила ребёнка прекрасно. То есть кто-то бывает и против эпидуралку и всё такое. Но мне моя врач сказала, что говорит, сейчас новые технологии и говорит, когда моя дочь будет рожать, я ей однозначно посоветую эпидуралку. Зачем такие мучения, как раньше там были дикие? Мне этого не понять и как бы я и не хочу понимать это. Когда сейчас можно сделать эпидуралку и прекрасно всё родить? Почему назвала его именно так? Это единственное имя, которое нам с мужем вместе понравилось. Так, что ребёнку готовите? Расскажите питание ребёнка за день. Так, это я рассказала. А готовим разное? Бабушка готовит соусы, борщи, что ты там готовишь ещё? Супы готовит, картошку, котлеты. Что ещё ты готовишь? Голубцы, овощной рагу. Да, в общем, много всего. Селена, расскажи, как вы по ночам спите, кушаете? Нам полтора ночи и по пять раз просыпается. С молочка перевела на воду, думала меньше будет просыпаться, наоборот, ещё хуже. Как вы учились, как приучились ночью спать? У нас всё происходило естественно. Я сама думала, когда этот момент настанет, чтобы ночью не вставать. И в один прекрасный момент он сначала там два мог просыпаться разу, потом один раз просыпался, а потом в какой-то момент мы проснулись утром вместе. Я поняла, что он не просыпался, и с тех пор как-то не просыпался. То есть ничего при учении никаких не было, ребёнок развивается сам, и всё происходит естественно. И сейчас я его кладу спать в девять часов вечера. Всю ночь он у меня не кушает, то есть я его на ночь накормила. На ночь, например, дала, либо молочко, но лучше на ночь. Он лёгенький как раз на ночь, мне нравится. И вот он встаёт в семь утра, и в семь утра я ему даю кашку утром. Так, как ты справляешься с капризами, малыша, я сказала. Вот, в принципе, всё. Так, что ни по теме и ни по материнству, я отвечать на эти вопросы не буду, потому что уже очень длинное видео. Надеюсь, моё видео было полезным и интересным. Я всё вам рассказывала не как эксперт, а как такая же мама, которая воспитывает ребёнка, которая учится на своих ошибках, которая развивается, и стараюсь что-то самое лучшее дать ребёнку, слушая разные советы от других в тех или иных ситуациях, и, ну, как бы, своё что-то из этого, из этого что-то своё, вводя и применяя на ребёнке. Вот. Вот и всё. То есть никаких конкретных таких советов и обучений, так, что и правильно делать, я не даю. И считаю, что этого, в принципе, никто не может делать и не должен. Вот. Всему своё время, и главное, что ребёнок здоровый и счастливый. Вот, мне кажется, это самое главное. Всё остальное – это такая мишура. Если на этом делаются огромные акценты от людей, мне кажется, что вот этим людям надо задуматься о том, как они воспитывают реально своего ребёнка, что они ему дают. Всё, я вас люблю, целую. Материнство – это моё. Потому что я к этому шла очень долго. И была к этому полностью готова. Поэтому материнство – это моё. Прекрасно быть мамой и прекрасно иметь такого прекрасного сына. И развиваться с ним вместе. Всё, я вас люблю, целую. Пусть ваши дети будут здоровыми, счастливыми и уверенными в себе. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...